Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog. Меня зовут Виктория Бородина. Я технический рекрутер и коуч в США. Сегодня, как вы догадались, у нас скайп-интервью на связи Москва. Моего сегодняшнего героя зовут Александр Румянцев. И мы будем говорить о системном администрировании. Александр уже более 15 лет в профессии и успел поработать руководителем отдела администраторов в таких компаниях, как Wikimart, Rambler, Postgres и 1S. И, конечно же, сможет рассказать много полезной информации, как развиваться в области системного администрирования. Ну и, конечно же, вы в моем лице сможете задать Александру те вопросы, которые, возможно, не решали задавать своим руководителям. Ну, а теперь ближе к делу. Поехали! Привет, Александр! Рада познакомиться. Рада, что ты откликнулся на просьбу дать интервью. Рада, что ты не против поделиться своим опытом. И, конечно же, первый вопрос хочется узнать о твоем бэкграунде профессиональном, о твоем пути, как ты выбирал свою профессию. Ну, на самом деле, пусть всякая профессия у меня была, можно сказать, анекдотичной. Пропал я туда практически случайно. И кому рассказываю, все, в общем, смеются. Потому что выбрать профессию у меня получился аж в пятом классе школы. Тогда и в Москве у нас было и до сих пор есть Центр детского творчества на Полянке. Там был клуб компьютера. И это не компьютерный клуб, это там учили азам программируемые. Дальше было, ну, практически оттуда же я узнал о существовании лицея информационных технологий. Отключился в лице информационных технологий. Ну и дальше, а дальше еще смешно, после школы я устроился, как я, на первую свою работу грузчиком в НЦССХ имени Бакулева. Собирали там выставки. Там же на выставке познакомился с московской командой разработки медицинских информационных систем. И, в общем, два года я работал программистом. Но в какой-то момент, наверное, понял, что это не совсем мое, и ушел в системный администратор. Ну а дальше, так, кратенько по верхам, в хайлоут я пришел в 2008 году, очутившись в компании Бигун. Ну и дальше пошло-поехало. Пошло-поехало. Об этом мы поговорим по ходу нашего интервью. Мне хотелось бы заострить внимание на нескольких таких моментах интересных. Вот ты поработал в программировании, а потом ушел в системное администрирование. Ты сказал, что при этом понял, что программирование — это не совсем твое. Как ты понял, вот какие вопросы ты себе задавал? Потому что мне кажется, что это такой вопрос, который у многих встает. Когда-то кажется, что, может быть, что-то неинтересное, чем они занимаются. Какие вопросы себе задавать, чтобы понять, что, может быть, системное администрирование — это то самое? Будем так говорить. В тот момент меня просто заинтересовала больше история телекома и, в общем-то, изначально перешел исключительно из-за денег, ну и плюс потому, что область нравилась. А потом пошел в сторону телекома. У нас была такая собственная маленькая телеком-контора. Наверное, здесь вопрос каких-то глобальных областей. То есть, если программист сидит глубоко по своей задаче, то системный администратор – это человек, который из кубиков собирает большие системы. И мне это всегда нравилось. Собственно, примерно та же мотивация у меня была при желании стать руководителем. Тут я из кубиков собирал системы, теперь я из людей собираю команды. Интересное сравнение. Ну а расскажи тогда о каких-то самых интересных, поворотных моментах твоей карьеры. Вот какие-то мы уже обозначили, ты обозначил. А дальше что было, когда ты определился, что ты в системном администрировании себя чувствуешь лучше. Главный поворотный момент – это у меня был как раз бегун, высокие нагрузки и так далее. Второй поворотный момент был – это уже веки-март, 2014 год, там, где я первый раз стал руководителем. Особых поворотных моментов с детства у меня уже не было. И шел-шел проторенной дорожкой. Ну да, очень рано так. А не было ли никогда каких-то сожалений о том, что, может быть, вообще стоило выбрать другую профессию? Очень мало знаю о других профессиях, чтобы жалеть об этом. Ну, наверное, если бы тебе не нравилось, то, наверное, ты задумался бы о чем-то другом. Ну, возможно. Нет, у меня, естественно, периодически это самое, возникает желание поработать руками. Но я это реализую немножко другими способами в виде хобби. Ну, о хобби, я думаю, что мы, может быть, еще затронем в конце. Расскажи, с какими челленджами, с какими, не знаю, нестандартными задачами или, может быть, даже стандартными задачами сталкивается, ты сталкивался в своей карьере, да, как системный администратор, а позже уже как руководитель. Вот, ну, какие-то такие самые запомнившиеся. Как системный администратор, наверное, мало чего могу рассказать, потому что либо сказать, говорить, что все было интересно, либо, как же, чего-то такого конкретного рассказать, наверное, не могу. А в качестве руководителя, собственно, каждый раз это был челлендж. И в веке марте это был просто челлендж начала молодого руководителя, собственно. И сейчас, можно сказать, отношусь к молодому руководителю. В Рамблере и в Руцентре оба места были. Я появился в этих конторах на этапе их перестроения и немножко поучаствовал в этом процессе. Да, там было много чего интересного. В Руцентре была очень тяжелая задача переформатирования отдела, достаточно большого. В Рамблере была задача вообще собрать команду, небольшую команду под своим крылом и запустить там несколько проектов. Это да, это было интересно, это был челлендж. Ну а были ли какие-то задачи, с которыми ты не справился? Вот, ну наверняка нет ни единственного человека, который не претерпевал бы какие-то неудачи в своей карьере. Были ли у тебя такие? Все, с чем я не справился, скорее всего, было связано с политикой. В политику, к сожалению, как руководитель я должен уметь играть, но не умею. Все, что касается инженерных вещей, ну, где-то получалось, где-то времени не хватало, где-то мог неправильно расставить акцент в приоритет. Но про инженерную часть, наверное, уже, по-моему, сказать не могу, получалось. Ну, тем не менее, я бы с удовольствием послушала про такую более, как ты говоришь, политику. Я так понимаю, что это все-таки связано с каким-то человеческим фактором, может быть, отчасти. Да, потому что моя аудитория... Здесь просто придется кухню рассказывать, а, наверное, не то, что я хотела бы сейчас делать. Расскажи тогда про... поскольку моя аудитория, это все-таки, как правило, не руководители. Но не руководителям, как правило, хочется узнать, как... что в голове у руководителей, как строятся какие-то процессы, да, которые связаны, ну, может быть, в некоторой степени какие-то административные, какие-то управленческие вещи. И вот о них я предлагаю поговорить, потому что для людей смертных, скажем так, не всегда очевидно, почему те или иные решения принимаются, или как себя вести в той или иной ситуации. Первое, о чем я бы хотела поговорить, это о подборе персонала. Потому что руководитель непосредственно участвует в этом процессе. И ты говорил вот только что, что в Рамблере, если я не ошибаюсь, тебе нужно было собрать, где-то еще нужно было перестроить команды. Расскажи о своем подходе к подбору персонала. На какие качества, в первую очередь, ты обращаешь внимание, когда набираешь человека себе в команду? Тут есть одна небольшая проблема в нашей области конкретно, что у нас по системному администрированию нет никакого высшего образования. И, собственно, то, что я участвую в проекте «Отус», это как раз такое мое желание немножко компенсировать отсутствие какого-то образования в этой области. Поэтому есть несколько вариантов найма, когда мне нужен человек в команду на вырост, либо когда мне прямо сейчас нужен какой-то большой специалист. Исходя из этого, соответственно, два подхода к найму. Если я набираю команду в команду человека в рост, то я обращаю внимание на базу, то, что человек знает и умеет на данный момент. Отдельно обращаю, поскольку в нашей области, опять-таки, это такая, системный администратор уже должен знать чуть-чуть из всего, то, естественно, некоторый должен быть кругозор. И, обращая внимание, пытаясь найти какую-то такую область, куда инженер, за кого закапывался далеко, тут я оцениваю способность вообще человека к отладке системы. Насколько он понимает какие-то глубинные процессы, с которыми ему предстоит работать. И это очень большой жирный плюс будет к найму. Не обязательно знать все, но если человек знает какую-то одну область очень глубоко, это уже большой-большой плюс. Потому что всему остальному можно научить. То есть, если там в программировании есть академические знания, которые приобретаются в институте, то у нас эти академические знания институтские, они очень помогают, но не основные. Не являются основными специальностями. Второй момент, на который я всегда обращаю внимание, как ни странно, это как человек разговаривает, как человек общается, насколько он готов работать в коллективе, насколько он конфликту устойчив, не знаю. Потому что коллектив, он и есть коллектив, приходится в нем работать. И были такие моменты, когда мы расставались с людьми не по профессиональному качеству, а исключительно по личному. Если мы говорим о втором подходе, то есть мне прямо сейчас нужен человек, который должен решать строго определенную задачу, то да, ищется человек уже с, как правило, ну это уже, как правило, другие деньги, и ищется человек с подходящего резюме по факту. То есть, чтобы у него был релевантный опыт, той задачи, которую я собираюсь решать. Это все-таки такой более абстрактный у нас сейчас разговор. А на деле, какие вопросы от тебя можно услышать, если человек, если вы берете как бы в перспективу, про запас, так скажем, специалиста, какие вопросы, может быть, у тебя есть какая-то задача любимая, которую ты задаешь? Ну, будем так говорить. Я задачи не даю на собеседовании, у меня есть такая анкетка, я ее в свое время сочинил, которая помогает нашим кадровикам в предварительном отборе. А дальше я уже беру резюме и уже по резюме задаю вопрос. Потому что очень часто в резюме соискатели очень любят писать то, чего не знают. Собственно, писал, что знаешь, расскажи. Ну да. Если не знаешь, то вычеркивай. В результате, после вычеркивания, смотрим на, что в результате осталось. Соответственно, лично мой, это, наверное, не очень правильный подход, но это личный мой подход. Может быть, в резюме меньше, но знание стабильное, чем написать туда ключевых слов, о которых ты только поверхностно слышал. Такие люди мне, в принципе, не нравятся, это значит, что они будут также шапку с кидательством заниматься на работе. А что касается человеческих качеств, вот как ты сказал, там, стрессоустойчивость, командная игра, назовем их так. Какие вопросы ты задаешь, чтобы выяснить вот эти качества? Все те же вопросы по технике, просто смотрю на реакцию человека. Могу спровоцировать, могу сказать, там, я не знаю, заведомую неправду в процессе решения. Либо этот кандидат начинает что-то рассказывать, я его начинаю поправлять, я смотрю на реакцию, как он относится к критике. И очень много людей, молодых особенно, к критике относятся очень тяжело. Это такой способ, ну, в смысле, это взросление, принятие критики. А если человека ты принимаешь, вот горит что-то, да, и нужна решение какой-то задачи, что тогда? Отличается ли как-то, допустим, техническое собеседование для такого кандидата? У меня было опыта найма одного товарища как раз в Арамблее. У нас собеседование прошло минут, наверное, за 10. Человек вышел на работу через выходные. Как правило, люди на эту позицию рассматриваются уже именно по резюме. Мной, по крайней мере. Соответственно, единственное, что я делаю на собеседовании, это опять-таки тыкаю в резюме, проверяю, все ли корректно, все правильно, честно ли резюме, ну и какой-то такой очень маленький, очень небольшая оценка обратной связи. Потому что эти люди, как правило, нанимаются на какую-то задачу, они там будут сидеть в этой задаче и контактировать мало. Уже в процессе мы можем либо подкорректировать наши отношения, либо расстаться, но самое главное, что задача эта будет выполнена. То есть вот здесь уже играют в большей степени бэкграунд. Ну и тоже такое небольшое замечание, что на моем опыте, хотя кадровики меня все поправят, наверное, несколько раз, на моем опыте высокоуровневые инженеры, они уже достаточно хорошо адаптированы для работы в команде, чтобы как-то их стрессовать прямо на собеседовании. Ну да, я думаю, что да. Давай поговорим тогда о зарплате, не о твоей, а о том, как вообще поднимать зарплату, потому что, судя по твоему опыту, ты не сидишь в одной и той же компании, не знаю, сколько, 15 лет, да, и можешь какую-то общую картину вывести. Ну и, собственно, ты как руководитель, как представитель этого сообщества, как, ну вот, что должен делать человек, чтобы ему подняли зарплату? Он должен быть незаменимым. Причем в любом смысле этого слова. Как правило, незаменимых именно в области какой-то не существует. Любой руководитель пытается компетенцию размазать, чтобы все сектора были покрыты людьми. Незаменимость в моем смысле это именно такие человеческие инженерные качества. Ответственность. Ответственность. Ответственность, запятая ответственность. Это то, вообще, за что будут, наверное, везде платить деньги. Чем больше ты на себя ответственности берешь, тем больше у тебя зарплаты. Есть две категории людей. Либо люди, которые переживают за проект, либо люди, которые себя просто пытаются реализовать в своей области. И те, другие интересны, но люди, которые переживают за проект, они получают больше. Хотя тоже по-разному. Высокие, большие специалисты тоже могут по-моему себе зарабатывать. Но вот я, честно, не знаю, что делать бы высокому специалисту после 45. Я еще не дошел до этого возраста, поэтому не знаю. Ну, а почему? Что делать? Ну, продолжать развиваться? Что, если ты уже как бы... То есть, я сейчас понимаю, что есть великовозрастные команды, которые как раз ищут себе подобное для того, чтобы делать какие-то проекты. Но, если ты к своему возрасту не закрепился как специалист в какой-то области, то, к сожалению, найти работу будет все сложнее и сложнее. К счастью, это самое, сейчас никто не наступает на пятки с одной стороны, потому что кадров на рынке все меньше и меньше и все хуже и хуже. Причем это я один говорю, это общая картина в моем сегменте, в моем секторе, в моем системе администрирования. А с чем это связано? Куда-то все перетекают в другую область? Нет, их просто нет. Просто дефицит. Просто дефицит. Те люди, которые работают хорошо, они, как правило, сидят на своих местах и двигаются на своих местах. Часто приходят именно переманивать людей, уже давно сложился некоторый круг знакомых, которые поставят друг друга с проекта на проект. Но людей на рынке очень-очень мало появляется и, как правило, отрываются руками. Интересно, я думаю, что моим подписчикам нужно мотать на ус. Приходим опять-таки к общечеловеческим ценностям. Либо ты профессионал и востребован, либо ты не профессионал и не востребован. У меня был вопрос на последней лекции вот у сомна, типа, как вы относитесь к работе с 10 до 7, с 9 до 6. плохо отношусь. Потому что это значит, что человек неинтересна задача, к которому делал. Единственное, что я могу посоветовать в этом отношении тогда советуем. Ребята, правильно планируйте время, правильно планируйте свою работу, чтобы, да, так получалось, чтобы вы за рабочий день успевали что-то сделать. Но если вы бросаете работу, которую вы не закончили в течение дня, значит, либо плохо спланировали, либо обо мне интересно. А сколько занимает твой рабочий день? Ну, приблизительно, или неделя, не знаю, сколько часов в неделю ты работаешь? Ну, не знаю, часов 50-60 работаю. Поняла, ну да. Начинается у меня рабочий день с составления планов, проверки состояния задач, ну, и заканчивается, как заканчиваются задачи на сегодня. То есть ты так прям вот не переносишь, пока не решишь все задачи? Ну, будем так говорить, как раз когда я работал в Вики Марте, вообще большое уважение к нашим господам директорам, потому что они пытались сделать действительно очень высокого уровня компанию. То, что у нас там было интересно, это у нас были курсы лидеров, leadership development программ, там, где как раз обучали начальник руководителя. Много чего давали просто по классике, и, собственно, там же достаточно большой раздел был посвящен планированию. Так вот, да, теперь я про планирование рассказываю всем по-новому. Кому это интересно? Не на профессиональном уровне, а просто так, чтобы обеспечить себе комфортную работу. Ну, тогда поделись и с моими подписчиками, как правильно планировать. Понятно, что, наверное, мы не уместим какую-то полную лекцию сюда, но... Это самое, как ни странно, самое такое важное понимание у меня пришло в Рамблере. Есть такой процесс декомпозиции, есть такой принцип SMART. Соответственно, все задачи должны быть декомпозированы, все задачи должны отвечать целям SMART, хотя бы большая часть этих букв сокращений, и последняя задача не может быть дольше четырех часов. Если задача больше четырех часов, значит, мы ее неправильно декомпозировали. Нету декомпозиции. А можешь подробнее о том, что такое декомпозиция и SMART? Ну, для тех, кто вообще не знаком. Про SMART я буду сейчас, наверное, проще открыть мне Википедию, чтобы не ошибиться с расшифровкой. За красивыми буквами скрывается очень-очень-очень простая идея, как все это самое. Анекдот в том, что на русский это перевели как принцип водки. Забавно. Те же аббревиатуры, переведенные с английского на русский и получаются водки. SMART Манимоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения цены и постановки задачи. С чего состоит? Значит, это аббревиатура. SMART первая буква S специфик конкретно. То есть, задача должна быть не сделать всем хорошо, а вот именно сделать от сих до сих. M measurable измеримая. То есть, результат должен быть измеримый. То есть, не то, что у нас что-то получилось лучше, а в конкретных цифрах мы там сократили время простое на 20%. A attainable достижимо. Опять-таки, не про светлое будущее, что сделать хорошо. У инженера, решающего эту задачу, не должно возникнуть никаких вопросов о пути решений, когда эта задача закончится. Actual R релевантно и T очень важно. Time bound ограничено во время. То есть, задача должна быть решена в определенный срок. вы можете этот срок сами себе поставить, но он должен быть. Потому что, если не придерживаться этого принципа smart, то у вас самая частая проблема, которая получается, приходишь на работу, открываешь трекер и видишь у себя в трекере 20 задач, которые в состоянии, в процессе. все. Дальше прострация, что делать инженер не знает, приходится привлекать руководителя, чтобы приоритизировать его работу. Если каждая задача будет декомпозирована по smart, то, во-первых, строятся правильные зависимости у задач, и тут же строится очень быстро и очень понятно строится приоритет. Что мне сейчас надо делать? Отличный способ. Спасибо, что поделился им, потому что, собственно, для меня это тоже проблема, я думаю, что и для многих моих подписчиков. И про 4 часа это такое интересное замечание. 4 часа это чистое рабочее время одного человека. То есть вместо 8... За этот день. То есть ты хочешь сказать, что с 8 часов рабочего времени работник работает 4 часа. Абсолютно. А остальное время гоняет чай, курит и прочее, да? Нет, тут немножко не так. Во-первых, общение с коллегами это тоже часть рабочего процесса, но это не работа. Во-вторых, переключение контекста, я считаю, в чистом времени занимает 15 минут. То есть выбраться из одной задачи и погрузиться в другую задачу может занимать до получаса времени, это нормально. Ну и да, победа, перекуры. Гарантированное время, на которое мы можем рассчитывать в день, это 4 часа. То есть 4 часа человек именно занимается задачей. он в нее погрузился, он со всеми уже поговорил, ее обсудил, он подготовил себе инструментарий для того, чтобы решить эту задачу, и вот 4 часа он ее будет решать. Все, после 4 часов, как правило, человек уже отключается этот мозг. Потому что это уже где-то 8 вечера, уже пара дам. Соответственно, планировать задачу более чем 4 часа, это уже не очень правильно. Базировать надо до сколько-то 4 часа. Это мы, естественно, говорим про линейных инженеров, руководителей, естественно, уже в зависимости от способа планирования, либо это недельные спринты, то есть верхнеуровневые задачи на неделю, еще выше месячные планы, квартальные планы, все это понятно. Но все это всегда тайм-баунт. То есть привязано ко времени. Для линейного инженера декомпозиция должна быть не более, задача не будет чем на один день. А вот если выделить, ну, я понимаю, что есть несколько там условно типов работников, да, там, сотрудников, но я бы хотела выделить таких два. Один из которых приходит и делает какие-то интересные для себя вещи, то есть приходит в компанию, не знаю, для того, чтобы изучить какую-то технологию, поработать в этом, допустим, да, ему интересно. А другой, ну, в принципе, просто приходит и выполняет ровно то, что ему сказано в компании. Вот с какими людьми тебе, а, работает легче, б, как ты считаешь, для бизнеса, какие люди ценнее? Оба-два. Оба-два? Нужны и те, и другие, да? Нужны и те, и другие. Нужны и те, кто двигает, нужны и те, кто работает, именно как вот с утра до вечера. Разные задачи ставятся, если в команде есть и тот, и другой, то, как правило, руководителю становится легче. Если у тебя команда вся из звезд, то, как правило, никуда мы не уедем. Если вся команда из таких послушных людей, то, опять-таки, мы недалеко не уедем, потому что руководителю приходится изобретать мало. То есть инженерная часть, это получается такая, как правило, такое бывает в небольших командах с играющим менеджером. То есть когда ты играющий менеджером, у тебя там есть несколько подаванов, ты сам делаешь, ну, разрабатываешь какую-то задачу, какой-то проект, ты не только уже ставишь конечные задачи своим инженерам. А вот ты как профессионал, случалось ли когда-нибудь тебе терять мотивацию? Потому что сейчас ты выглядишь очень замотивированным, очень, не знаю, поглощенным работой, своей карьерой. Были ли такие какие-то провалы? Да неоднократно, по разным причинам всегда так было. А как ты справлялся, как находил мотивацию? Для начала надо отрефлексировать, почему это произошло. Либо ты физически перегорел, и надо просто отключиться, уехать куда-нибудь в поход сходить, на мостике покататься или еще что-то. Либо у тебя с личными делами, какие-то проблемы, это очень здорово влияет на мотивацию на работе, безусловно. Либо ты ощущаешь потолок. Соответственно, в случае потолка надо менять работу. То есть менять? Опять-таки, если ты человек, который готов на себя брать ответственность, то надо идти к руководителю и говорить, что извини, товарищ, мне немножко скучно, я хочу еще чем-нибудь заняться. Естественно, тебя никто от твоих должностей не отстранит в данный момент, но навесить что-нибудь интересно вполне не могу. Если ты работаешь в компании, которая невозможна, значит, надо менять компанию. Если ты чувствуешь силы, дальше двигаться. Но очень многие люди почему-то предпочитают по 8 лет сидеть на одном месте. Я не понимаю. То есть ты за то, чтобы менять компанию? Еще раз, вот пример того же в центре, человек, с которым мы там расстались. Человек 8 лет сидел на одном месте. Он потерял мотивацию настолько, что нет ни одного способа его вернуть. Эту мотивацию вернуть. Как бы мы с ним не говорили, что бы мы с ним не обсуждали, какие бы задачи я на него не делал, не вешал. Уже специально с ним область мы с ним оговорили, за которую он берет ответственность и задачи, и вроде все интересно, но не двигалось никак. В результате мы расстались, человек мгновенно нашел работу более интересную, более нужную. Засиделся. Но только, наверное, он сам этого не понял. Насколько значителен русский след в посткрыс? Что должно быть в арсенале у современного системного администратора? Изучить именно базовые принципы баз данных получается не у всех, а хорошо бы. К 1С относится как-то немного пренебрежительно. Потому что два мира, два детства. Вся платформа 1С это плюсы. Ты, как руководитель, всегда даешь обратную связь? Я, в принципе, считаю, что с людьми надо общаться. преподаватель курса администратор Linux. Почему, зачем тебе это нужно? Что дальше? Продолжение следует...